Инвентарь сереги Старикса Инвентарь сереги Старикса Это как я у себя шутил у меня иногда Когда дефузица бомба вылетали не разноцветные шарики, а черные шарики Черные шарики смерти Это черный кубок смерти Вот инвентарь Инвентарь Старикса, друзья Собственно он недавно открывал кучу сундуков И ему выпало знаете сколько ножей? Три! Вот там где у вас ноль ножей Обращайтесь к Стариксу Два ножа точно ваши И он накупил кучу стикеров Он любит просто Na'Vi Он как бы вкладывает в Na'Vi таким образом Просто часть денег потом придет в организацию И дирекция Na'Vi будет пить пиво за эти деньги Ну и как бы всем приятно А Старикс Самая дорогая вещь Похоже, ну лучше не а вот Ну и в принципе на этой стороне команды Майскил Самая дорогая вещь Какая? Самая дорогая вещь Ты говорил АК-47 у тебя самый дорогой Последняя цена 240 грамм Простой АК, который выглядит в принципе Да Селененький такой Капец А нож твой какой А кубок нельзя продать? Нет Он привязан Это мой черный кубок А у тебя дома тоже черный кубок? Да Так это надо написать А ты говорил у тебя прямая связь с разработчиком Ты по имейлу общаешься? Да И он отвечает? Да А какие-то твои изменения были видны? Нет Я бы сказал По большинству про баги Про Как Люди А что-то было уже по Пикшену? Ну это Долгий сам процесс Они не могут так быстро все взять и все исправить На против Время То есть у тебя нож дешевле чем твой АК-47 Есть Я такого еще не видел А прикинь на А на CSGO лаунжешь можно поставить твой АК? За 300 долларов То есть одну делаешь ставку Тебя возвращает Капец Серьезно Так все-таки может есть смысл задуматься и 3-2-2 делать? Я никогда не старше на CSGO Я не знаю Ты ставил на CSGO лаунж? Нет Чего? Вообще не азартен Так ты как стример, как человек, который стримов с ним Наблюдается в этом процессе Может реально что-то хорошее будет Ну Ну Например не всегда веришь в победу NAVI Я вообще часто в нее не верю Я просто тут играл и знаю что Стабильности нету Поэтому Все где-то? NAVI NAVI стабильности? Да Он у нас самый стабильный игрок в команде сидит Недавно самый стабильный игрок там что-то 8 фрагов на дасте с поляками имел Когда вы проиграли на дасте В ЕСЕ Да Ты был НАТО на первом месте по фрагам? Да На месте по очереди меняемся Если Гвардия на первом месте значит я на последнем месте Я на первом месте Просто мы друг друга прикрываем Если Гвардия не работает ни за него Да, но все-таки даст 2 и он снайпер Поэтому тут Ну там Ну не всегда получается Я тоже был снайпер Помнишь, кстати, мы с тобой ездили? Да, это хорошо Не, не в Котовиц Не, не в Котовиц На ЕСЭЛ в Германии Не, в Германии Ну, Дримхак Хорест Хорест Ты же был с вами с ним Когда Кибакин был составлен Я иногда беру ави, когда он умирает Сейчас эти Я вам показываю мастер-классы Сейчас 3 топовые команды берут ави Типа французы появились Киашима и Кеннис Два снайпера Фнатики два снайпера Джи Вилов Мейстер И Мау Спортс Алу и... То есть комбинация как в 1-6, когда ты с Маркеловым менялся Ну тут, понимаешь, я вот считаю лично, что АВП очень имбалансно Имбалансно? Да И... На дальних дистанциях На близне, когда ты надёшь с умом Из-за преимущества выходящего игрока у кикбокса Например, вот снайпер выходит в краучину Тебя, ну, сдохну Сразу же тебя убивают Ну а теперь, чтобы убить, надо сразу попасть в голову Но движение, которое очень резкое И ты понимаешь, когда у тебя снайпер может попасть в голову Ты пытаешься, как можно, быстрее выстрелить в голову Снайпер, он знает, что здесь как бы тут ходит при фаер Ему просто надо навестись примерно на туловище И нажать, грубо говоря, по злу, при кнопке И куда бы он не попал, бы он тебя убьёт Ну единственное, конечно, он может попасть в ногу Но... Опять же, это у тебя должно быть 100% жизни Обычно это происходит после размена Ты где-то получил хаешку, там, на те же 25% И всё Снайпер вообще, вот, снайпер, он приходит на 7-5 Как делает у Жакия Шима Просто убивает 4 гифку В 5 часа за дополнительным ящиком Выходит префаер, выходит префаер Всех просто убивает, даже не надо стрелку Плюс у него есть пистолет Где тот же СЗ или П-250, который убивает Заужу другу То есть, если у него СЗ, то получается, как его кольт То есть, свечается на кольт, заужу убивает одного Опять свечается на БП Снайперы в КСГО, это какие-то такие роботы Знаешь, снайперы такие, там, надо достать зенитку Достанет там, танк подорвел Достанет, и справа там карстаны поедет Да Вот СЗ сделали, вот, смотрите, вот Они сделали аптейт Теперь, когда он включает зубы стрейтится У него они разбитываются Это против мухи, я знаю, сделали, в основном Да, я туда смотрел, муха Ну, опять же, муха это Сейчас все, вот, контры сейчас новой родов Контры отдают пистолет и берут Смуху, да По три, по четыре У него могут взять пьямь на дасте И прыгают так вот с мухой И следующие чуваки выходят в лягу Мидл чуваки пропрыгивают на Б Стреляют на РС Занимают единицу на смухой тот же Второй стоит в окне, допустим, с мухой Прыгает через текстуру наверх, смотрит перед Ну, это исправил этот патч? Они наоборот В первую очередь Игра в команде Зависит от команды Сибирники Это команда такого уровня То есть, если Сайдер не попал, то Это главное 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 Субтитры 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 Это в гугле надо искать КСГО Вепен гиф там Оно сразу напишет Варвин Как буфу взять Субтитры 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 Субтитры